здравствуйте дорогие зрители приветствую вас на моем канале разбором анонсов телепередач который имеет название телеклуба ксаны гетьман сейчас мы с вами поговорим о таком вот шоу пост-шоу проекта холостяк который имеет название как выйти замуж где рассказываются все тайны проекта и то что не вошло в эфир а вы мне напишите в комментариях вы уже определились со своей фавориткой кто из холостячек вам нравится больше всего из претенденток на сердце холостяка так вот а пост-шоу в экспертах у нас как всегда арифния жильветра а также лёша из проекта холостячка финалист которого не выбрали и сюрпризом среди экспертов оказался прошлый холостяк макс михайлюк кстати его девушка уже беременна и они все подробно рассказали на пост-шоу нюансы которого вам поведаю я и конечно же в зале присутствуют участницы теперешнего сезона проекта холостяк первым в студию выходит макс михайлюк со своей девушкой дашей хлыстун которая уже заметно положение а познакомились они вот так макс первый написал даша в социальных сетях и написал такую коронную фразу у тебя такие фотки что нужна одна кнопка чтобы все сразу пролайкать и он пролайкал каждую фотку она посмотрела на его профиль поняла что он участвует холостяке и немножко насторожилась но ей очень понравилась фотография сделана именно на проекте вот это и после двухнедельного общения девушка с днепра поехала в киев и там с ним встретилась она родом с днепра и обратите все-таки внимание как она похожа на данный на данную из проекта холостяк все-таки есть это что-то во вкусе у макса но некая тенденция выбирать девочек одного типа же я думаю у многих это есть у меня тоже есть я люблю мужчин одинаковых а вы напишите в комментариях беременность у них конечно же не планированная у них будет девочка и макс еще даже не сделал предложение но девушка его уже планирует свадьбу планирует после рода это когда она будет хорошо выглядеть ну это все прекрасно прекрасно странно что он не сделал еще предложение хотя девушке уже скоро рожать выпуске пост-шоу разбирается первая вечеринка пытаются вывести формулу успеха как оставить первое впечатление незабываемым и самым лучшим также в конце этого видео я прокомментирую ответы экспертов с психологической точки зрения а в первом выпуске к нам придет сам холостяк михаил заливака и холостяки прошлых сезонов записали ему видео обращение напутственные слова слова поддержки чтобы он сделал правильный выбор слова такие подсказки напутствие там было много холостяков и ираклима кацария которые по моему мнению участвуют в проекте маска а вы так не считаете вообще маску смотрите или нет обсуждалось появление девочек многие ставили ставку на внешность но в пост-шоу показано было как будто эта ставка не сыграла хотя по глазам михаила и по глазам других парней экспертов видно что девичьи ставки на внешность срабатывали вы просто посмотрите на этот взгляд в декольте нежность все-таки важна не самое важное но очень важное первое впечатление по одежке когда девочки выставляли декольте это все-таки срабатывало по пост-шоу я могу сделать вывод что эти два дома были придуманы специально и не михаилом потому что те девочки которые не понравились нам как зрителям в основном не понравились в тени понравились и михаилу и смысл оставлять их у него не было но он их оставил хотя в пост-шоу сразу сказал что даже на первом впечатлении они ему не понравились это варя и и инфантильная лола эксперты заявили что михаил это аудиал и что люди делятся на аудиала визуалов и так далее но это как бы известно но есть одна маленькая поправочка 90 если не 99 процентов информации мы получаем через глаза какой бы аудиал ты не был все равно важно внешний вид вот закройте глаза вот закройте и походите закрытыми глазами оденьте вот эту самолетную маску для сна и попробуйте хотя бы полчаса у себя дома провести без зрения все мы первую очередь визуалы даже те кто плохо видят то в очках ходь поэтому если вы хотите понравиться нужно и выглядеть красиво но а я же еще хотела прокомментировать какой же все-таки секрет того чтобы понравиться на первой встрече а секрета нет никакого секрета здесь нет если люди подходят друг другу они сразу срабатывают как шестеренки если нет то нет и дело не в первом впечатлении и мы продолжаем обсуждать первый выпуск пост-шоу проекта холостяк на телеканале стб а именно мы на примере насти которая в прошлом была порно актрисой под псевдонимом адель асанти разберем стоит ли рассказывать всю правду о себе при первой встрече даже если это правда горькая а вы мне напишите в комментариях выбрали ли вы уже свою фаворитку проекта холостяк болеете ли за кого-то если да то за кого напишите в комментариях эксперты например разделились во мнении арифния даже сказала что горькую и некрасивую о себе правду стоит не рассказывать никогда хотя макс михалюк настаивал на том чтобы говорить все сразу и честно а вы как думаете бытует мнение что если ты пошла на проект холостяк и ты уже не хочешь быть порно актрисой то зачем ты об этом кричишь на весь телеканал на всю украину с одной стороны логично но представьте ситуацию пошла бы девушка на проект холостяк и где-то вылезла что прошлом она была порно актрисой вот вылезла недавно что девушка оказывала эскорт услуги так сейчас столько хайпа и гнева на нее а настя сказала все честно и сразу ее даже где-то поддерживают порно звезды тоже имеют право на семью я понимаю для нашей страны это не стандартная профессия но вы же пользуетесь этим контентом то почему вы не думаете что это кто-то создает и почему не стоит этим людям сказать спасибо ведь он же вам как-то помогает ну тем кто смотрит так вот насчет насти я не отрицаю что она пошла на холостяк с той же целью с которой идут все стать медийной личностью но в этом нет ничего плохого она и на другие шоу уходила и названную вечерю и там у нее не очень хорошо сложилось именно из-за ее прошлой профессии я вот ей бы посоветовала найти жениха не в украине для нас эта профессия конечно не очень и не каждый мужчина согласится быть с девушкой с таким прошлым а вот за границей это даже очень престижно она может себе отхватить богатого иностранца но такого лояльного с таких стран как сша там консервативные эмираты не воспримут это и мое мнение правду говорить все таки стоит просто не сразу не надо все вываливать а постепенно и не скрывая если тебя спросят я уже советовала в предыдущем видео для насти найти мужчину с другой страны хотя у нее был уже такой опыт она встречалась полно распорно актерами и вообще с мужчинами спорной индустрии и андрей жильветро заметил что наверно у нее какая-то травма раз она выбирает только таких мужчин только с этой индустрии а я вот думаю но с кого и еще выбирать если она с молоду именно в этой сфере она просто не видела других мужчин это как я выбираю часто людей искусства просто потому что я в этой сфере не обязательно эта травма это может быть просто совпадение а вот о том как жильветро сказал что настя ищет мужчину который бы компенсировала ей недостаток отца это правда а вы мне напишите в комментариях выбрали уже вы свою фаворитку или нет жду от вас пальчики вверх и до новых встреч